МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Праздник героев, гордости и славы. Саров отметил День Победы. Вам решать. 8 саровских проектов получат региональное финансирование. Кожаный мяч в Сарове прошел муниципальный этап всероссийских соревнований. Далее расскажем по всем подробно. 27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, безжалостной войны в нашей истории. 19 тысяч человек наша страна теряла каждый день. Беда не обошла стороной ни одну семью. Но несмотря на все страдания и лишения, наш народ выстоял. Наши деды и прадеды принесли нам победу. И 9 мая мы в первую очередь вспоминаем их, героев Великой Отечественной войны. У нас осталось на сегодняшний день 343 ветерана. Значит и тем дороже нам эти люди, которые являются живыми свидетелями тех великих событий. Это и участники войны, это и благодатники Ленинграда, это и дети войны, это и труженики тыла и узники концлагерей. Наша с вами задача сохранить как можно дольше жизнь этих замечательных людей с тем, чтобы только свидетели могли оценить те события, которые происходят сегодня в мире. Почти 2000 саровчан ушли на фронт за годы войны. Более 500 из них не вернулись домой. И сколько бы ни прошло времени с тех пор, сколько бы ни было попыток поменять историю, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и ту огромную цену, которую мы отдали за мир. 9 мая 1945 года навсегда войдет в историю как день величайшего триумфа нашего народа. Подвиг ветеранов и тружеников тыла – это пример для тех, кто сегодня защищает нашу страну от новых угроз. Тогда, в далеком 1941 году, силы были неравны. Но весь народ встал как один, от мала до велика. Каждый внес свой вклад в общую победу. И сегодня, когда снова идет война, война идет более хитрая, более коварная. Война идет за умы, за сердца, за нашу историю, за нашу память. Каждый из вас может внести свой вклад. Саров, и не только Саров, вся Россия помогает сегодня бойцам, которые стоят на передовой. Которые с оружием в руках защищают независимость и само существование нашей страны. Каждый из нас может помочь. Спустя 78 лет история вновь взывает к нашей памяти и к нашему разуму. Нам опять брошен вызов. И наши войны встали на защиту границы России, ее безопасности и суверенитета. Но наше дело правое. И мы победим. А в этот праздничный день я хотел бы обратиться ко всем и пожелать нам помнить и чтить традиции. Традиции героизма, мужества, самопожертвования, которые так характерны для русского народа. После торжественного митинга на площади Ленина выступил сводный отряд барабанщиков, пионеров и союза детских организаций «Сияющие звезды». За ними торжественным маршем прошли представители военно-патриотических клубов, войска Саровской дивизии и парадный расчет кинологического подразделения. Затем началось шествие трудовых коллективов города к Вечному огню, где все желающие возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Идея создать стену памяти ко Дню Победы возникла у сотрудников школы номер 5 еще в прошлом году. В этом предложение реализовали и возвели мемориал в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». И ученики учителя принесли портреты своих героев, которыми украсили стенд. Вы понимаете, мы всегда в такие праздники говорим, что вот 37 миллионов людей погибло. Лица этих людей мало кто видит вживую. А так наши ученики видят людей, бабушек, прадедушек, именно их друзей, одноклассников, наших педагогов, что это реальные люди были. То есть это все равно значимо. Подходит, рассматривает. Некоторые говорят, о, это вот мой прадедушка. Начинают одноклассникам рассказывать. Или подходят, говорят, о, интересно, кто это. То есть начинают интересоваться историей данных людей. Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 миллиона 476 тысяч 700 советских военнослужащих. Воевал и прекрасный пол. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них были офицерами. Обороняли родину и дети. За боевые заслуги десятки тысяч детей наградили орденами и медалями. Из них пятеро получили награду Герой Советского Союза. Мой прадед Зайдин Дмитрий Павлович начал свой боевой путь в 1941 году. Закончил у него в мае 1945. У него был фронтовой друг, это его лошадь по кличке Пакет. Но, к сожалению, в июле 1944 года он погиб, а дедушка был ранен и доставлен в госпиталь. Чимбаров Петр Евдокимович родился 13 сентября 1912 года в Мордовской АССР в Ельниковском районе в деревне Большая Бриловка. Он был участником боев в 1941 по 1944 годах. Он был разведчиком и противодесантником на танках. Участвовал в битвах за Брянск и Козельск. Я им горжусь, я очень уверена, что вся помощь моего прадедушки и других военных очень помогла в победе над фашистской Германией. Моего прадедушку зовут Тащев Василий Иванович. Он был артиллеристом, защищал Ленинград от фашистских кораблей. У него есть два ордена Красной Звезды и медаль за оборону Ленинграда. В честь Дня Победы в пятой школе прошел ряд памятных мероприятий. Ученики приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Кроме того, для школьников организовали военно-патриотический фестиваль. Ребята показали намира с песнями, сценками и вальсом. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В основе коллекции музея «Боевые славы» в лицее номер 15 предметы, привезенные с раскопок в Калужской, Смоленской, Новгородской, Астраханской областей. В начале 90-х годов экспедицию туда отправился педагог Игорь Верещагин. В течение 10 лет Игорь Львович вместе с коллегами-учителями бережно собирал артефакты на полях былых сражений, привозил их в город и передавал лицею. Постепенно накопилось достаточно экспонатов, чтобы выделить для них отдельную комнату и сделать школьный музей. Среди более 600 экспонатов нашего музея самыми ценными, конечно, являются солдатские медальоны, найденные в ходе экспедиции нашего поискового отряда. По некоторым из них удалось установить родственников, и имена бойцов увековечены в книгах памяти Курской области, Республики Казахстан, Республики Киргизия, а также Республики Мордовия. Вот в этой книге, например, увековечено три бойца. Это мало, но это три человека, найденные нашим отрядом. Экспонаты в музее разной степени сохранности. Большинство из них – оружие либо осколки снарядов, каски, фотографии ветеранов. Есть и макеты. С их созданием помогали выпускники лицея, неравнодушные к истории горожания. Есть артефакты, экспонаты, которые потом нам уже приносили неравнодушные люди, у которых оставались дома либо награды от своих предков, либо письменные источники, к примеру, письма. Также мы принимали в дар буквально все, что связано с историей Великой Отечественной войны. В истории музея были периоды развития и пауз. С 2018 года он получил вторую жизнь. Экспозицию начали обновлять. С приобретением лицеем статуса базовой школы РАН началась цифровизация музея. Появилось новое оборудование, которое позволяет познакомиться не только с экспозициями местных провинциальных музеев, но и совершить виртуальные путешествия по Центральным музеям нашей страны и пообщаться с их сотрудниками. Школьный музей отличается от любого музея тем, что он должен работать на благо учебного процесса, мотивировать детей, изучать историю своего города, области и страны в целом. И именно благодаря цифровизации мы это двигаем вперед. Сегодня в Музее боевой славы проходят уроки, посвященные истории Великой Отечественной войны, торжественные мероприятия патриотической направленности и экскурсии для учеников лицея. 9 мая – праздник, который занимает особое место в сердце людей. Практически в каждой семье был герой той страшной войны. С годами свидетелей ужасных событий становится все меньше, но память о них живет в сердцах их детей, внуков и правнуков. Каждый год в Совете ветеранов города в преддверии 9 мая проходит праздничный вечер, на котором они чествуют и на неживущих героев, и тех, кто уже от нас ушел. У нас участников войны практически не осталось, самих фронтовиков. Но есть, которые трудились в тылу. Кто-то там воевал даже на фронтах, ну, как бы сказать, Нижний Новгород защищали. Вот такие люди есть. У нас таких людей где-то у нас 25 человек. Ну, еще, конечно, они есть, но просто они у нас не состоят. Просто мы не знаем. Ну и много детей войны. Детей войны у нас еще около 200 человек. 250 даже мы посмотрели. Но они, естественно, все не могли прийти сегодня. Война затронула всех. Воевали не только мужчины. На защиту Родины в те страшные дни встали женщины и дети. С оружием в руках, наравне с мужчинами, они сражались с фашистами и в открытых боях, и вели партизанскую войну. У меня оба родителя воевали в Великой Отечественной войне. И папа, и мама. Их уже нет в живых. Но память о них все время остается в нашем сердце. Мама была в медсестре госпитале. В 43-м году в ее палату попал папа. В 43-м году так они познакомились. В Ивановской области. После этого, когда папа выстроил, он отправился дальше на фронт, и мама поехала с ним. Так они начали свою семейную жизнь. В 43-м году. Победу они встретили в Восточной Пруссии. Под Кенигсбергом. После этого они вернулись на родину. Радость со слезами на глазах. Основная цель празднования Дня Победы – не веселые гуляния, а напоминание нынешним поколениям о той цене, которую отдали герои за мир и свободу. Мне хотелось поздравить всех наших ветеранов, кто у нас 16 человек осталось участников фронтовиков войны. Им низкий поклон за ваш вклад. Много у нас еще, которые работали за Победу, шили обмундирование, работали на полях, у станков стояли. Им тоже низкий поклон. Светлана Ярунова, Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. Буллинг – реальность, в которой живут многие дети. Травля в школе отличается системностью и продолжительностью действий со стороны агрессора или целого коллектива. Жертвы могут унижать насмешками, обидными шутками и жестами, толкать, бить, запугивать, объявлять ребенку бойкот или портить его личные вещи. Как правило, буллинг протекает незаметно для глаз родителей и педагогов. Взрослые не сразу могут понять, что в детском коллективе что-то происходит. Психологический буллинг может быть опаснее, чем физическое насилие, потому что душевные потрясения подрывают самооценку ребенка и веру в свои способности, что может помешать и во взрослой жизни. Если жертва травли подвергается издевательствам долгое время, то в один момент подросток может выплеснуть накопившуюся агрессию на обидчиков. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят о смысле говорить родителям о том, что со мной происходит. Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. И многие дети, отчаявшись на то, что им помогут взрослые, начинают действовать самостоятельно. Кто-то уходит в аутоагрессию, например, направляет ее на себя. И тут мы видим самоубийство, например. А кто-то начинает давать отпор. Жертвой буллинга может стать кто угодно. Многое зависит от микроклимата в коллективе и наличия лидера. Для буллеров важно, чтобы жертву было удобно маркировать. Поэтому чаще всего агрессии подвергаются дети с недостатками или особенностями во внешности. Скромные или замкнутые. Новички в классе. Ботаники. О том, что с ребенком что-то происходит, могут сигнализировать изменения в его поведении. Агрессивность, замкнутость, боязливость, молчаливость, нежелание идти в школу. Для подростка, оказавшегося жертвой буллинга, очень нужна поддержка со стороны друзей и родителей. Возможность высказаться, без боязни быть неуслышанным или отвергнутым. Создайте для своего ребенка в семье условия для дружественного диалога. Расширяйте деревню привязанностей. Когда у того есть не только друзья в классе, ну такие друзья, скажем так, одноклассники, но есть дети, с которыми он контактирует вне школы, есть другие взрослые, это могут быть дяди, тети, бабушки, дедушки, знакомые родителей, опять же, может быть, это будет школьный психолог или вожатый, с кем ребенок может контактировать и делиться своими проблемами. Сейчас активно развивается кибербуллинг, унижение в интернете, обидные комментарии, угрозы, распространение личной информации без разрешения. Часто бывает, что сами буллеры – это дети, у которых проблемы в семьях и в отношениях с близкими людьми. С помощью травли такой ребенок пытается хоть в какой-то сфере своей жизни стать значимым, сильным и влиятельным. Для борьбы с буллингом важно взаимодействие детей, родителей, учителей и специалистов. Уважаемые коллеги-педагоги, и если вы видите такие проблемные моменты среди ваших учеников, убедительно прошу обратить на это внимание, вовремя оказать психологическую помощь, вовремя отработать многие спорные, сложные, тяжелые моменты, но совместно с родителями. Психологи советуют жертвам буллинга не реагировать на выпады в свой адрес, потому что демонстрация обиды, злости или страха только еще больше разжигает интерес агрессора. В случае, если к жертве применили физическое насилие, украли или испортили его имущество, можно обратиться в полицию. Если на руках у ребенка будет доказательная база, то агрессор может вынести ответственность на законодательном уровне. Чтобы получить поддержку или совет, для детей и взрослых работает бесплатный и анонимный телефон доверия 8 800 2 122. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Губернаторский проект и инициативное бюджетирование вам решать хорошо знаком саровчанам. Благодаря ему в прошлом году в молодежном центре появилась спортивная площадка. В нескольких дворах Сарова установили новые спортивные игровые площадки, устроили освещение. А в этом году инициативные группы вновь выдвинули свои предложения на конкурс. Из 20 предложенных проектов 8 победили в онлайн-голосовании. Один проект, тот, который уже был в прошлом году. Устройство уширения проезда и ремонт проезда по улице Семашка, 10. Благоустройство дворовой территории Ленина, Пионерская, уголок. Вот там будет водоотвод. Сделан проблемный вопрос старый. И устройство хозяйственных площадок, площадок для отдыха в дворе. Улица Юности, 5,3 и 5,4. Ремонт благоустройства дворовой территории, замена малых форм и устройство покрытий. Такие же работы будут проводить и на Северном переулке рядом с домом номер 3. На Казамазово-9 сделают наружное освещение и пандус на лестнице во дворе. Также победили три проекта от учреждений. Теперь на территории молодежного центра появится летний кинотеатр под открытым небом. Рядом с Клубом здоровья площадка для исторической реконструкции, а на Икаре отремонтируют скейт-площадку. Общая сумма по этим проектам 26,5 миллионов рублей. Самый дорогостоящий проект это по Северному, там 5 миллионов. И по молодежному центру тоже дорогой проект, потому что там оборудование, шатер, ну в общем уличный кинотеатр. В том числе из-за высокой стоимости проекты, которые не прошли конкурсный отбор, реализовать своими силами будет сложно. На благоустройство каждого округа выделяют в год только 500 тысяч. И сделать работы, которые стоят значительно дороже, за счет только одного местного бюджета сложно. Проекты, которые не прошли конкурсный отбор в этом году, можно заявить на участие в программе «Вам решать» в следующем. Мы призываем вас на будущее активно участвовать в онлайн-голосовании. Это основной критерий, который дает возможность сделать наш город лучше, благоустроенней, нарядней и удобней. В ближайшее время пройдет конкурс, определят подрядчиков и заключат с ними муниципальные контракты. Сделать все проекты победители планируют до конца октября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. При входе в зрительный зал театрального подвала висят черно-белые фотографии, на которых изображены молодые девушки в военной форме летчиков. Фотоэкспозиция словно приглашает познакомиться с их историей поближе. Рассказали о ней артисты Саровского драматического театра. Спектакль «Ласточки Победы» поставила режиссер массовых мероприятий и хореограф театра Оксана Иларионова. По своему первому образованию Оксана Юрьевна – историк, поэтому на малой сцене состоялся настоящий театральный рок мужества. Постановка основана на реальных исторических событиях. Весь сценический материал выстроен в соответствии с документами и дневниковыми записями. Все, что мы показываем, основано на реальных документах, на приказах Президиума Верховного Совета, Комитета обороны, на указах Сталина, сводках с Южного фронта. Я обращаю на это внимание, что для нас было принципиальным сказать только правду. Здесь нет художественного вымысла. Вообще! Вот как было, так мы и сделали. Для спектакля «Малой формы» решили взять одно из событий Великой Отечественной войны. При поиске материала Оксану Иларионову зацепила одна фотография, на которой изображены пять девушек – студенток МГУ. В годы войны четверо из них стали штурманами. Другую назначили начальником штаба знаменитого женского бомбардировочного авиаполка. Ночные ведьмы – так их прозвали немцы. Женщины-летчики совершали вылеты по ночам, а приблизившись к цели, выключали моторы. Можно было расслышать лишь свистящий шорох, который напоминал немцам шум метлы. Как я волновалась и ждала своего первого полета. Теория-то что? Вот как в воздухе себя будешь чувствовать? Несмотря на то, что у спектакля «Малая форма», в нем задействованы 17 актеров. В «Ласточках победы» режиссер-хореограф воплотила много пластических танцевальных решений. Спектакль не перегружен лишними вещами. Здесь артисты работают по так называемому ПФД – памяти физических действий. На сцене нет реквизита, поэтому актеры изображают предметы. Явиться в Краснопресенский военный комиссариат для отправки в войсковую часть. Приявки иметь при себе. Приписное свидетельство или военный билет. Традиционно на спектакль билет разлетелись за несколько часов. Но «Ласточки победы» покажут еще в июне. Постановка останется в репертуаре и на следующий театральный сезон. Для зрителей старше 12 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С русским воином через века. Новый проект Библиотеки имени Пушкина направлен на патриотическое воспитание юных саровчан через основы православных традиций русского воинства. Александр Невский, Дмитрий Донской, Илья Муромец. Все они до сих пор служат примером того, каким должен быть настоящий защитник Родины. С их жизнью и подвигами, с биографиями других исторических личностей и героев наших современников в рамках проекта планируют познакомить ребят-сотрудники детской библиотеки. В ходе работы мы будем проводить в том числе и параллели. Русский мир, вообще русское общество сильно своими традициями. И очень важно показать связь поколений. Каких традиций православного русского воинства стараются придерживаться в том числе и современные воины. Люди, которые, ребята наши, которые участвуют и в новых боевых действиях и участвовали в войнах конца 20 века. Большой акцент сделают на спортивно-патриотическое направление. Предусмотрено создание видеороликов и диджитал-проектов. Окончательная цель – создать виртуальную мемориальную экспозицию, посвященную русским воинам разных эпох. Перевлечь в проект сотрудники Пушкинки планируют и наставников патриотических и спортивных организаций. Открывать экспозицию мы планируем в конце июля, начале августа. 28 июля мы надеемся открыть уже готовую экспозицию виртуальную и начнется знакомство с этой экспозицией, поскольку это виртуальная история. Это уже индивидуальное знакомство. Люди, приходящие в библиотеку, будут знакомиться в течение двух месяцев. Мы будем показывать. Свой проект Пушкинка заявил на грантовый конкурс «Православная инициатива». Из более чем 600 заявок жюри отобрало 129. Среди них была идея саровчан. На средства, полученные за победу, библиотека приобретет необходимую технику для создания виртуальной экспозиции и интерактивную информационную панель. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Лето – приятная пора для школьников. Отдых от уроков и занятий. Но чем можно занять себя в период каникул? Молодежный центр совместно с администрацией города и Центром занятости населения предлагает ребятам в возрасте от 14 до 17 лет заработать свои первые деньги. Молодежная биржа труда начала принимать заявления на трудоустройство подростков. Рабочие места предоставляют несколько организаций. ЖЭК, ДЭП, Горводоканал, Товарная база. Мы ребят направляем на работу именно в эти организации. В основном это благоустройство территорий, то есть уборка территории, кусты подрезать, траву убрать, то есть что-то вот такого плана. Для приема на работу нужно подать заявление и принести пакет документов. Оригинал и копию паспорта, СНИЛСа, ННН, расчетный счет Сбербанка, медицинскую справку от педиатра, формы 086У, согласие родителей, для подростков 14-15 лет, согласие органов опеки и попечительства. Рабочий график для подростков в соответствии с трудовым кодексом 4 часа в день с понедельника по пятницу в первой половине дня. В заключении договоров будет на две недели, там с 1 по 15, допустим, число, либо потом с 16 по 30, 31 число, и вот в три месяца вот такая разбивка будет по две недели. При желании ребенка, при желании работодателя, то есть если работодатель все устраивает, трудовой договор может быть продлен, соответственно, на следующие две недели. Как только освобождается вакантное место, соответственно, мы на него находим следующего желающего. В прошлом году Саровская молодежная биржа труда стала победителем на всероссийском конкурсе трудовых практик для молодежи при Министерстве труда России. Инициативу молодежного центра высоко оценили в номинации «Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения». Очень востребовано очень много желающих, причем очень много 14-15-летних. Сами приходят, сами звонят. Много обращений от родителей, которые хотят, чтобы дети уже как бы вникали в процесс вот этой работы, понимания, что такое работа. Прежде чем нести документы в молодежный центр, необходимо предварительно позвонить по телефону 99-112. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Футбол – одна из самых зрелищных игр. В него играют все от мала до велика практически во всех уголках земного шара. Любят футбол и в Сарове. Уже стал доброй традицией проводить в мае турнир среди самых маленьких любителей этого вида спорта. Очередной чемпионат по футболу «5 плюс» стартовал 11 мая. В этом году он привлек ребят из 21 детского сада. Турнир проводится для популяризации, скажем так, футбола, привлечения большего количества детей для занятия футболом. И только футболом, скажем так, физкультурой, в детских садах. Ну и в последующем, может быть, из этих ребят что-то получится. И мы их увидим на более взрослом уровне. Там чемпионат города, чемпионат области. Все команды разделили на семь групп. В группах три команды играют в круг. Команды, которые заняли первые места, и две лучшие команды, занявшие вторые места, образуют золотой кубок. Все остальные, занявшие вторые места, и две лучшие команды, вышедшие на третье место, образуют серебряный кубок. Слабейшие по итогам групповой стадии вылетают, а остальные образуют бронзовый кубок. Мы сыграли 5-0, я забил 4 гола. Мать была очень подной. Я хотела сделать подкат, но у меня получилось, потому что слишком много народу было. А вообще результатом с вами довольны? Да. Первая пошла нормально, но, конечно, все хотели выиграть. Вторая потом немного получше. Я начала бодить уже змейкой, и начал уже голову сбивать. А ты что сделал? А я стоял у воротов, чтобы чем не дал пас. С первого, наверное, мы были, наверное, не уверены. Думали, что мы выиграли. Поэтому были расслаблены. А второй, мы уже там разозлились, и начали так посильнее. И если и в команде 31-го сада, и в команде 40-го играли одни мальчики, то детский сад номер 8 разбил стереотип о том, что футбол – это мужская игра. В обороне у них стояла девочка. Ворота также защищала представительница прекрасного пола. Мы хотим, чтобы никто не обижался, если он проиграет. А ты на воротах стоял, да? Тяжело было? Да. А что тяжелого? То, что мяч еще, когда я пошла за мячом, и потом у меня голова заболела, когда я мяч кинула. А вообще еще вратарем-то будешь? Планируешь быть? Да. А почему у тебя вратарем играет? Потому что я слежу за мячом, ловлю его хорошо. Финальные игры пройдут 19-го мая. А уже с 1 июня в Сарове стартует чемпионат по космоболу среди воспитанников детских садов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Всероссийские соревнования юных футболистов «Кожный мяч» проходят в нашей стране ежегодно с 60-х годов прошлого века. В Сарове в этом году на турнир заявились несколько команд из разных школ города и центров внешкольной работы. В одном из последних матчей за победу боролись 17-я школа и футбольный клуб «Мечта». Сыграли хорошо. Было довольно много голов. Была очень хорошая игра. Одна из лучших. Секрет успеха в том, что мы дружим и наша дружба, она выполняется в игре. Команде 17-й школы удалось забить ворота «Мечты» больше десятка голов, в ответ получив только один мяч. Чуть подкачала защита с левой стороны. Было много моментов забить. Команда такая попалась. Не очень собранная. Получалось в каких-то моментах плохо сыграть, а в каких-то и хорошо. Я забил 7 мячей в этом матче, но я бы сказала, что могли бы забить и больше. Без поражения не бывает побед. Команды встречались уже два раза. И в первый раз спортивная удача была на стороне мечты. Поражение заставило игроков 17-й школы пересмотреть стратегию, провести работу над ошибками и отыграться. На прошлой неделе мы проиграли первому составу мечте, но потом исправились и выиграли второй состав этой же команды с большим счетом. Цель кожного мяча в первую очередь – популяризировать футбол, привлечь в этот спорт детей, оторвать их от гаджетов. Турнир дает возможность показать себя как опытным игрокам, так и тем, кто делает первые шаги в этом виде спорта. Я не футболист, я как бы не играла. Это моя первая игра вообще в футболе, в матчах таких. Я любитель. Ну расскажи о впечатлениях, каково это играть в таком уже довольно серьезном. Ну вот, понравилось очень сильно. Наверное, в будущем, может быть, буду еще футболом заниматься. Муниципальный этап кожного мяча закончился. Команда-победитель в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин